САВАТ Председателем Федерации САВАТа Московской области Германом Львовым Меня зовут Татьяна Верняковская Вы смотрите новости спорта на ОТВ Здравствуйте, Герман Здравствуйте Расскажите, как вы для себя открыли САВАТ? Почему именно этот вид спорта? Что в нем так зацепило? Ну, САВАТ, в отличие от других единоборств, более эстетичный, более техничный То есть это как бы мое личное мнение Сам я начинал с классического бокса в школе Олимпийского резерва в 80-х годах А потом случайно познакомился с главным тренером сборной России по САВАТу Булановым Сергеем Олеговичем Познакомились, он пригласил меня на стажировку в Санкт-Петербург Ну, в общем, так и как бы остался в САВАТе А вы говорите, вы с бокса начинали То есть каких-то успехов уже достигли в боксе? Нет, нет, я начинал с бокса Потом я занимался рукопашным уровнем Динамо Потому что там была определенная служба в армии Вот, и потом уже были другие единоборства И уже перешел в САВАТ Вот путь в САВАТе ваш, он был какой? Сразу с тренерской работой Сразу с тренерской работой Сразу с тренерской работой Потому что стаж тренерской работы у меня уже до этого был И, в общем-то, после стажировки я начал уже готовить спортсменов Именно по этому направлению Вот получается, что в боксе используются только руки В САВАТе добавились еще и ноги А в чем отличие тогда от кикбоксинга? Ну, кикбоксинг, как спортивное единоборство Появился в 1970-х годах Это в США В 1960-х годах, в Японии чуть раньше САВАТ, как спортивное единоборство Появился в начале 19 века То есть первый клуб САВАТа Под названием французский бокс Был открыт в Париже в 1832 году То есть фактически САВАТ и английский бокс Они примерно в одно время появились Как спортивное единоборство И примерно с этого момента Они параллельно развивались Ну, а в Россию? Вот как он попал в Россию? В Россию САВАТ попал в конце 19 века То есть в Санкт-Петербурге Даже провелся первый турнир В 1899 году Это благодаря Эрнеста Устало Который приехал сюда из Франции То есть фактически это первый Дипломированный профессор физической культуры Который приехал в Россию На тот момент в Российскую империю Который был дипломированным тренером И по английскому боксу, и по французскому боксу По гимнастике, по плаванию, то есть по различным видам спорта И он как бы начал развивать эти два направления Английский бокс и французский бокс в России Ну, то есть вы его увидели в качестве такого Привезенного новшества какого-то, правильно я понимаю? Ну, про САВАТ я как бы знал давно Но на тот момент, когда я занимался боксом Соответственно, кроме Санкт-Петербурга Особого развития САВАТа не было в России Получается, вы изучали САВАТ и тренировали Или как это происходило? То есть как вы уже САВАТ интегрировали Вот в тренировочный процесс, к детям? То есть как это происходило? Ну, то есть у меня был определенный опыт Как тренера вообще в единоборствах После того, как я прошел стажировку У Сергея Олеговича в Санкт-Петербурге То есть ознакомился с техникой, стилистикой, с базой И, соответственно, после этого начал уже тренировать САВАТ На поприще тренера вы уже сколько? С 98-го года Это больше 20 лет, да? Больше 25 Больше 25 лет Под вашим руководством тренируется большое количество детей Вот расскажите про успехи своих учеников Ну, за последние 5 лет Ну, достаточное количество и чемпионов России Среди юношей Есть чемпионки России среди девушек Взрослый спортсмен был чемпионом России Призеров очень много На Кубке России тоже много победителей Для того, чтобы достигать высоких результатов Вот сколько нужно тренироваться? Какое количество раз в неделю? Я не знаю, вот что нужно делать, чтобы получить тот самый результат? Те медали, кубки, грамоты? В идеале нужно тренироваться каждый день Ну, кроме одного дня в неделю в воскресенье К сожалению, это очень сложно В связи со школой, с колледжами, экзаменами То есть это очень сложно САВАТ не олимпийский вид спорта, правильно? САВАТ не олимпийский вид спорта Он международный вид спорта САВАТ был в качестве участника как вид спорта на Олимпиаде 100 лет назад В 1924 году А почему, как вы думаете, он не может стать олимпийским? На тот момент была сильная конкуренция с английским боксом Соответственно, англосаксонское давление на Олимпийский комитет Более серьезное было из США Ну и представители бокса В общем-то, какое-то давление оказывало на Олимпийский комитет Чтобы бокс остался в Олимпиаде А САВАТ, ну, в общем-то, не включался далее Ну, а все-таки, вот ваши тренерские амбиции Ну, наверняка они есть, да? Вот кого вы хотите воспитать? Ну, получается, что олимпийского чемпиона уже не получится воспитать Каждые 4 года в составе олимпийских видов спорта Какие-то виды спорта появляются новые Какие-то исключаются из состава олимпийских видов спорта Тот же случай с карате Который один раз побывал в составе олимпийских видов спорта Теперь его здесь, как бы, на Олимпиаде больше не будет Конец года был для вас результативный Вы ездили на престижные соревнования Расскажите об этом Да, в конце декабря 2023 года в Санкт-Петербурге Проводится ежегодный Кубок России И ежегодный всероссийский турнир по Савату То есть в этот раз очень большое количество участников было Из разных регионов России То есть конкуренция с каждым годом растет А какие регионы вы считаете своими главными конкурентами? Ну, я бы не стал так говорить конкурентами, коллегами, скорее всего Потому что мы общаемся, обменяемся опытом То есть как таковой конкуренции у нас нету, в общем-то Основные сильные представители Сават Это в первую очередь Санкт-Петербург Потому что это ведущий центр по Савату Там занимаются действующие чемпионы мира и Европы То есть большое количество Очень сильные федерации Ну, если начинать с северо-запада Это Архангельск, Мурманск Центральная Россия Это Липецк, Калуга Юг России Из Краснодара сильные тоже представители Северная Осетия Очень сильные спортсмены по Савату Это Южный Сахалин, Омск Ну, перечислять можно долго Как бы все сразу не вспомню Какие трофеи вам удалось все-таки привезти в Одинцово? Ну, в этот раз у нас результаты немножко скромнее, чем в предыдущем Кубке России Значит, у нас два первых места Вторых мест тоже много Ну, в общем-то, если в общей сложности, где-то 13 наград у нас И достигнутом, я так предполагаю, вы останавливаться не собираетесь? Нет Как мотивируете своих спортсменов? Как их заряжаете перед рингом? Тот состав спортсменов, которые сейчас регулярно выезжают со мной на серьезные соревнования Скорее всего, они меня мотивируют, чем я сейчас То есть они уже все опытные Много лет тренируются, занимаются То есть дополнительная мотивация им не нужна Они уже профессиональные спортсмены, даже несмотря на маленький возраст Давайте поговорим о вашей работе на посту председателя Федерации Савата Московской области Вот какие сложности есть? Основные сложности – это отсутствие достоверной информации про Сават в средствах массовой информации Ну, как бы на территории Московской области и вообще в России Малое освещение спортивных соревнований по Савату Ну и определенная поддержка от местных административных структур Каким вы видите будущее Савата в России? Или каким бы хотелось вам его видеть? Ну, в первую очередь, если Сават выйдет на такой же уровень по популярности, как тэквондо, карате, кикбоксинг, это будет замечательно Не в качестве конкуренту, а в качестве просто другого вида спорта Герман, спасибо вам за интересную беседу Спасибо вам С вами была Татьяна Верняковская До новых встреч на ОТВ Редактор субтитров А.Семкин